Мы сейчас с вами коллегами Сергея Михайлов, коронавирусом ЛГБГМ, компания генеральной директора Андрея Корбов, ТНК-50. Сегодня мы с вами поговорим. Андрей Владимирович, добрый день, как меня слышно? Добрый день, сейчас хорошо слышно. Мы все переживаем за ваше здоровье. Как вы себя чувствуете? Какие условия в больнице? Чувствую себя отлично. В пятый день у меня уже нет температуры. И, в принципе, состояние абсолютно здорового человека. В больнице стоят адекватные условия, хорошие сотрудники и, в принципе, нормальное времяпровождение. Разговорите, пожалуйста, нашим зрителям будет интересно, какие у вас были первые ощущения, когда вы поняли, что заболели? Это обычное ОРВИ. Температура поднимается до 38-38,5 градусов. Насморк и кашель. И протекает все в течение трех дней. То есть, в принципе, отличить от обычного гриппа или простуды – это очень тяжело. Как вас лечат в больнице? Какими препаратами? В больнице дают обычные препараты, следят за температурой, давлением, берут анализы. В принципе, протокол выдерживается, потому что все могут прочитать его на сайте Роспотребнадзора. Мы знаем, что многие сотрудники компании «ЕТЭК» сейчас находятся в обсерваторе. Помогает ли компания сотрудникам? Вы работаете удаленно? Мы, во-первых, организовали рабочие места и проследили за тем, чтобы у сотрудников было все необходимое – вода, продукты. Более того, организована горячая линия. По горячей линии мы собираем жалобы, предложения, пожелания. И практически немедленно реагируем. Андрей Владимирович, такой вопрос. Как вы думаете, скажется ли на производстве эта ситуация с коронавирусом? В компании именно «ЕТЭК»? Я не думаю, что каким-то образом ситуация отразится на производстве. Дело в том, что в сейчас моменте в абсолютно рабочем режиме идет добыча и поставка газа в трубу. Также идет отгрузка нефтепродуктов. Но, более того, могу сказать, что последние два дня мы фиксировали увеличение продаж, заколомка и отгрузка продаж. Что бы вы хотели сказать якутянам в связи с этой страшной болезнью? Я бы хотел сказать, что выполнение всех мер, которые рекомендует Минздрав и Роспотребнадзор, очень важно. Для того, чтобы не допустить распространения заболевания. Вогу сказать, что в основном опасения, конечно, должны быть по кругу пожилых, взрослых людей, по информации, для которых это может притекать тяжело. Со своей стороны, компания полностью выполняет все требования. И, соответственно, я не думаю, что каким-то образом будет распространение заболевания. Компания ИТЭК направила 50 миллионов рублей на поддержку борьбы с коронавирусом. На что конкретно направлены эти средства? Ну, это стандартный набор, потому что я не думаю, что это последний случай. И потребуются аппараты искусственной вентиляции легких, расходные материалы, такие как маски, противовирусные препараты и так далее. Я думаю, что эта помощь, она произошла бы в любом случае, потому что мы в семье должны бороться с этой угрозой и максимально ее оккупировать. Андрей Владимирович, спасибо за интересный разговор. Желаем вам крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...